Так, у нас такая очень разномастная программа получилась, а следующая история, которая хотела бы вам даже не то, чтобы рассказать, а даже спеть, потому что на самом деле эта история такая весьма, как бы так сказать-то, в общем, дело все в том, что в наших путешествиях мы попадаем в самые разные места и даже в самые разные страны. И однажды мы путешествовали по Франции на машине, и мы заезжали в самые далекие места, там, где не бывает туристов, там, где люди вообще не знают никакого языка, кроме французского. И с ними было очень интересно и легко общаться на жестах, и они оказались такими веселыми и такими классными, и мы попали в музей. И этот музей, он на самом деле был уникален тем, что там было собрано все то, чем занимались люди, когда был неурожайный год во Франции. То есть, как правило, там же такая земледельческая страна, но когда бывали неурожаи долгие, то людям приходилось заниматься чем-то другим. И там я узнала, что оказывается, взрослые приходили, занимались на разные работы, а дети тоже работали, и работы были разные. Девочки в основном занимались тем, что паслили стада овец, и, собственно, откуда возникли все эти прекрасные постарали и все прочее. А вот мальчишки, они ловили сурков, и этих сурков они дрессировали, брали шарманки и путешествовали по разным городам, смотрели на разные места, приходили в богатые дома, играли, значит, на шарманке, сурки прыгали, кувыркались, и таким образом они зарабатывали себе какую-то, значит, денежку или прокорм. И это была даже такая целая отдельная профессия, дрессировщики сурков, вот, там даже показывали всякие интересные штуки, чего они вообще могут вытворять. И у моих друзей, по изнательству Серафима и Софии, вышла книжка, которая называется «Жан, малыш, танцует», это французская народная поэзия в переводах Михаила Яснова. И мы там увидели замечательный текст, этот текст, это не мой текст, это французская народная песня, которая была переведена Михаилом Ясновым. И про нее надо еще сказать пару слов, чтобы было понятно вообще, о чем мы поем, как бы географически, да, то есть, на самом деле, песенка называется «Горолы из Аверни», «Аверни» — это такая область, «Савоя» — это человек, который живет собой, «Савоя» — это тоже область Франции, «Лимань» — это тоже место во Франции, то есть, чтобы было понятно, да. Вот, а у Сухов были разные имена, и имена были самые разные, там могли быть шары, еще как-то, вот это вот Сухов конкретно его зовут «Ко-Ко». И получилась такая абсолютно французская детская у нас песня. «Горолы из Аверни», «Аверни» — «Дороголи», «Рошел я Полимани» и мой сынок со мной. Станцуем ведь гидаром, рождем я Савояром «А ну, хо-хо, а ну, дружок, вгляните, как танцует мой маленький сырок. «Вгляните, как танцует мой маленький сырок». Песутая старушка, прошагала, постой, Когда у вас танцую, поверь мне, дорогой, Станцую, ведь не надо, рожден я свое. А ну, хо-хо, а ну, дружок, Но танцевать не хочет мой маленький сырок. Но танцевать не хочет мой маленький сырок. Веселая постружка, постой, но постой, Когда у вас танцую, поверь мне, дорогой, Станцуем, ведь не надо, рожден я свое. А ну, хо-хо, а ну, дружок, И тут же в пляс спустился мой маленький сырок. И тут же в пляс спустился мой маленький сырок. А ну, хо-хо, а ну, дружок,